всем привет народ вот еще у нас одно пополнение абсолютно просто так за доброе слово достался пылесос panasonic судя по всему как мне кажется это даже оригинал ну хотя откроем посмотрим по качеству исполнения агрегате где-то конечно валялся подржавел придется всю как у еще вытаскивать вот отсюда там наш сгнил мешок не хватает провода питания шланг щетки все это имеется наличие то есть с этим проблем нету ну вот так вот получилось что кабель кто-то тиснул или на удлинитель или на медь все остальное осталось здесь у нас отделение для насадок фильтр фильтр тоже уже под замену ржавенький аля хепа сейчас будем делать посмотреть и пробовать его разобрать а вот даже получится думал тут вот открутить надо вот тут открутить надо он там открутить надо крышку перед этим как-то 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 и снять надо ладно подумаем крышка снимается легко плоской отверткой полу закрытом состоянии то есть не защелкивать о мои ноги туда же видно не защелкивать просто прикрыть крышку поддеть плоской отверткой петли и снимаем 4 самореза я открутил вот это наверно тоже на всякий случай откручу и попробуем добраться уже в задней части тоже такой саморезе коварный оказался подниму отверстие после чего все прекрасно снялось внутри тут конечно ой мама не горюй кризище зато предохранитель есть где сейчас современных пылесосов предохранители кроме этих терморелет который хрен когда срабатывает очень редко я слышу что терморелет сработало и спасло мотор чаще всего нет ну ладно хочу от разглагольствовать далее нам надо открутить подобие самореза тут и у тут вот под проводом ушко и снять блок сплаты добрался таки до мотора до покоцанный опаньки он заклинивший кстати сейчас мы вот эту шубу его снимем и осмотрим со всех сторон но двигатель такой внушающий вам скажу народ двигатель то оказался сейчас покажу развернуть амитек амитековский движочек тяжеленный собака это просто капец солидной обмотки статора причем это не алюминий к нифига попробую спасти вот эту ржавую крышку если нет будем что-нибудь подбирать аналог ну конечно такой двигатель хотелось бы восстановить хотя я думаю это будет и не просто а может просто поглядим посмотрим все движочки разобрал в принципе тут крути и крути гайки ничего сложного корпус у нас пластиковый но тут пластик такой серьезный на ощупь плотный и тяжелый по весу обмотки статора я вытащил действовать и вот термореле которые говорил здесь она установлена вот таким вот образом обмотки у нас медные видите вот тут вот возле контакта я немножко зачистил чтобы видно было и сравнение якорь от амитека и якорь от самсунга современного с кружкой то есть заметно разница а так в принципе заменить подшипнички отмыть потому что целым воняет просто караул все это хорошенько замочить в кастрюльке в тазике с порошком стиральным да на пару дней и вот с этой вот железят и железяка что-то будем придумывать или найду аналог если нет то тогда придется зачистить и все что останется одеть а сверху покрыть ремонтным составом есть такой состав вроде бы на волоский но могу ошибаться там эпоксидка что-то наподобие эпоксидки и волокно попробуем отремонтировать это уже отдельным роликом будет вот такие вот пироги а кстати по регулятору регулятор у нас здесь не простейший с микросхемой про него тоже поищу информацию может кто-то уже знаком знает данные корзе 03 9920 здесь у нас скорее всего семистор другого тут быть не может все это естественно тоже отмываем вычищаем потому что все вонючая а там уже будем решать или восстановим в родном корпусе то есть как есть токовый panasonic будет либо положим на полку и возможно куда-нибудь его как донора живем на этом пока все пишите комментарии что по этому поводу думаете делитесь своим опытом кто сталкивался с такой техникой чем она примечательна ну и вообще высказывайте свои мысли по этому поводу я с вами не прощаюсь скоро увидимся и кому интересен контент жмакайте кнопку колокольчик рядом с кнопкой подписаться чтобы вам всегда приходили уведомления выходе новых видео я буду немножко прибираться и готовить к выпуску новый видос